Здравствуйте! В эфире новости Дагестана, в студии Мадина Гасанова и коротко о главных событиях этого дня. Написал опасный комментарий, садись за решетку прокуратура на стражу порядка в социальных сетях. Скорпионы отмечают юбилей. 20 лет бойцам Каспийского ОМОНа Росгвардии. Напряжение до последней секунды схватки. Ведущие грэпплера Дагестана сошлись на турнире памяти Гамзата Кибедова. Одностороннее движение появится на одной из улиц Махачкалы. В связи с этим на нескольких улицах столицы сегодняшнего дня будет изменена организация дорожного движения. Об этом сообщили в мэрии Махачкалы. В частности, по улице Салаватова можно будет двигаться лишь в одном направлении от улицы Азиза Олива в сторону Шота Руставели. Кроме того, на улицах Циолковского и Азиза Олива будет частично запрещена парковка автомобильного транспорта. Городской администрации пояснили, что изменения в организации движения направлены на увеличение пропускной способности и обеспечение безопасности дорожного движения. За неосторожный комментарий в интернете могут посадить за решетку. Особая группа риска в социальных сетях и различных мессенджерах – это, конечно же, молодежь. Поэтому профилактическим беседом со студентами столичных вузов и колледжа прокуратура уделяет особое внимание. Одна из таких встреч прошла в медколледже имени Аскерханова. Все подробности знает Хамза Нурмагомедов. Теперь за неосторожный комментарий, репост или публикацию могут посадить в тюрьму или как минимум оштрафовать на крупную сумму. Прокуратура тщательно проверяет пользователей соцсетей на причастность к экстремизму. Только в Инстаграме выявлено более 30 запрещенных страниц. На этой неделе админа одной из таких страниц уже задержали. Жительницу Буйнакска осудили за призыв к экстремизму. Она умышленно оставляла провокационные комментарии. Свою вину признала. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, а также запретил целый год вести страницу в интернете. Прокуратура предупреждает – надо быть осторожнее. Даже если не под своим именем установить его не представляет трудности, он будет установлен. Поэтому, думая, что левым не под себя зарегистрированным ником можно будет там что-то написать, потом удалить, то это неправильно, это ошибка, можно будет вычислить. Напомнить молодежи об ответственности сотрудники прокуратуры пришли в медколледж имени Аскерханова. Студентам объяснили, что даже репост противоправного материала считается нарушением. И посоветовали отписаться от подозрительных страниц. Оскорбление, клевета и призыв к насилию – все это строго запрещено. Например, если опубликовал на своей странице или комментарий даже поставил, то, что тебе не нравится эта религия, тебе могут угол на ответственность. Как он сказал по статье 282, могут или штраф наложить, или могут даже посадить за это. Все уважающие себя любят и знают, что как бы так делать нельзя. В принципе, все девочки в нашем колледже знают, что так делать неприемлемо. Мониторинг ситуации, по словам работников прокуратуры, идет регулярно. Они призывают также и родителей следить за телефонами своих детей, чтобы избежать плачевных последствий. В наш век глобальных технологий почти 70% времени молодежь проводит в соцсетях. Взрослые зачастую не знают, чем именно увлечены подростки. А пропаганда в сети может быть разная. От безобидного просмотра смешного ролика до увлечения опасными идеями. Это надо знать и помнить. Хамзанур Магомедов, Мусас Алгиреев, Мурат Бигбарзов, телеканал ВННТ, Махачкала. Мобильный отряд особого назначения «Скорпиона» отмечает в свое 20-летие бойцы Каспийского ОМОНа, управление Росгвардией, второй десяток, на страже закона. На базе спецназа бугвал и наш корреспондент Камиль Девятов. Рыцари без страха и упрека. 24 часа в сутки они находятся в постоянной боевой готовности. Оперативно приходят на охрану правопорядка. Бойцы Каспийского ОМОНа принимали участие в антитеррористических операциях, теряли боевых товарищей, бывали в самых горячих передрягах, которые можно только представить. Отряду «Скорпион» 20 лет. За это время его сотрудники своими действиями показали, что способны выполнять любые поставленные перед ними боевые задачи. Праздничные мероприятия начались с построения личного состава. Поздравляли бойцов отряда, командующий Северокавказским округом Росгвардии, генерал-лейтенант Сергей Власенко и начальник управления Росгвардии Республики Магомед Баачилов. Уважаемые бойцы ОМОН, вы ежедневно рискуете своей жизнью и здоровьем во имя спокойствия граждан нашей республики и страны. Ваше мужество, отвага, самоотверженность, верность, долгам вызывает чувство глубокого уважения и благодарности к вашей службе. Желаю вам успехов в нелегком труде, смелости, бодрости, пуха, крепкого здоровья, семейного благополучия и достижения всех поставленных целей. Поздравляю вас с праздником, с 20-летним созданием ОМОН-дислокации город Каспийский. Расширьте мне поздравить еще раз всех присутствующих бойцов отряда с этой знаменательной даты. Здоровья, успеха в выполнении задач, всего самого лучшего. С праздником! Сотрудники спецподразделения для гостей подготовили показательные выступления. Всем желающим была продемонстрирована боевая техника. Посидеть за рулем военного Урала и бронетранспортера могли не только взрослые. Для детей была организована экскурсия, выставка техники и вооружения спецподразделения. Что понравилось и почему ты выбрал эту БТР и находишься в ней? Потому что все у него закрыто и можно не спрятаться и ехать. Еще у него есть две пушки, которые оснащены... БТР-80, предназначен для уничтожения живой силы противника на дальних дистанциях и легкобронированной техники. Местимость его, экипаж его 8 человек. Вот оно у нас оснащено, короче, пулеметом КОРД. Конструкция оружейников, дегтяревцев называется. Калибр 12,5. Дальность 2000 метров. По прямым целям и по воздушным целям полтора километра. В заключении экскурсии для всех гостей был организован обед. Полевая кухня в столовую отряда. Камиль Девятов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты. Ведомство выступает за внедрение механизма замкнутой экономии в переработку. В перспективе возможность полного запрета пластиковой продукции. Общественники Дагестана поддерживают идею контролирующего ведомства. Многие считают, что воплотить ее в жизнь можно, если ввести активную поэтапную работу. Отметим, в Махачкале регулярно проводятся экологические акции, но проблема летающих пакетов и клеймо мусорной столицы по-прежнему имеет место быть. Напряжением до последней секунды схватки ведущие грэпплира Дагестана сошли с Кизляри на первом турнире памяти общественного деятеля Гамзата Кибетова. Около 150 спортсменов оспаривали звание лучшего в шести весовых категориях. Подробнее – Курбан Рагимов. Шахматы на татаме. Именно так порой называют грэпплинг. В этом виде спорта схватки в основном проходят на земле. Задача – заставить противника сдаться. Или набрать нужные баллы, например, свалив оппонента в партер. Куб «Юниверсал Файтерс» в Кизляри проводит уже второй турнир. Весной отношения выясняли дети и подростки. В этот раз пришла очередь взрослых. Цель проведения таких турниров – это в первую очередь объединение, это братство, это популяризация спорта, в частности грэпплинга на северной территории Дагестана. Соревнования собрали ведущих представителей грэпплинга со всего Дагестана. Такому составу участников позавидует любой даже всероссийский турнир. На кону чемпионские пояса и денежные призы, в том числе розыгрыш 11-го айфона среди всех победителей. Это очень хорошо, что грэпплинг развивает свою географию. То есть не только в Махачкале проводятся хорошие турниры, но и, как мы видим, в других городах Хасаюрити. Вот сейчас в Кизляри уже второй турнир, который эта команда организовывает. И на самом деле в грэпплинге не всегда разыгрываются денежные призы. И каждый турнир, где разыгрываются денежные призы, это привлекает определенных хороших урона спортсменов. Здесь находятся очень титуловые ребята, трехкратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы мира. Они, в свою очередь, не будут терять свои навыки, и других ребят будут подтягивать, которые более слабые в этом виде. Соревноваясь с такими ребятами, они, я думаю, намного поднимут свой уровень. Жизнь Гамзата Кибедова трагически оборвалась в 1997 году. Память о нем навсегда останется в сердцах людей, кому он помогал. Кибедов поддерживал разные сферы. Сегодня его дело продолжают братья. Грэпплинг пришелся им по душе. Этот вид спорта они планируют поддерживать и в дальнейшем. Брат у меня был, который всегда поддерживал спорт, молодежь, образование. И он видел в этом будущее, чтобы молодежь занималась, чтобы молодежи не было в свободное время. Наблюдаю, смотрю, мне очень интересно и восхищаюсь, что вот так спортсмены, что вот такого ранга. Есть здесь очень много двукратных, трехкратных чемпионов мира. Есть хорошие спортсмены, приехали, молодцы, что приехали. Думаем, в следующем году, то, что в этом году не успели сделать, в следующем году мы все успеем. Это вид спорта достойный. Видно сразу, в нем есть дух. Я думаю, если бы это был вид спорта в те годы, в времена Шамиля, в времена наших имамов, наши муриды бы все бы занимались этим видом спорта, потому что в нем есть дух, в нем есть какой-то своеобразный горный азарт. Вот. Покорний наш брат тоже был такой достойный, жесткий человек, который говорил всегда свою правду, который говорил всегда свое слово. Именно вот подобающий, можно сказать, вид спорта. По итогам ярких баталий на татаме определились имена шести чемпионов. Обладателем же главного приза стал махачкалинец Мусау Старов. Турнир памяти Гамзата Кибедова организаторы планируют проводить ежегодно. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Кизляр. Это все новости к этому часу. С вами была Мадина Мустафаева. Спасибо за внимание и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин